МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Популяризация достижений медицинской науки в Республике, участие сотрудников Центра в реализации национальных проектов, научных программ, направленных на привлечение молодых специалистов в науку. Недавно в рамках десятилетия науки и технологий в России в лаборатории биотехнологии Технопарка Якутия состоялось мероприятие по привлечению школьников к науке, целью которой являлась поддержка научно-исследовательских работ учащихся школ города Якутска. Ребята работали вместе с научными сотрудниками Якутского научного центра комплексных медицинских проблем для создания проектов по биологии. Проекты оттачивались с полным погружением в научную среду. В конце второго дня состоялась защита проектов перед экспертами и выявление самой лучшей работы школьников, которые после данного мероприятия смогут представить свои проекты на разных площадках, на конкурсах, конференциях разного уровня. Мероприятие было посвящено для школьников, которые делают свои научные исследовательские проекты для различных конференций, в которых они будут участвовать или участвовали, улучшают. Называлось оно «Воршоп биотех». Атмосфера мероприятия была очень дружеским. Дети в течение двух дней погрузились в работу активно. С нами, с экспертами, свои презентации довели до ума. Были для них прочитаны разные лекции по улучшению презентации, что презентации цепляли слушателей. Далее они доработали и в конце 18-го числа вечером мы все работы наших участников прослушали и дали, конечно же, рекомендации для следующего улучшения. Было 15 заявок. Пришли у нас школьники из специализированного учебного научного центра СУНС СВФУ. Далее из Якутского городского лицея был участник. Республиканский лицея-интернат и Хатасская среднеобразовательная школа. У них были агробиотехнологические проекты. Меня заинтересовали проекты, касающиеся изучения дендритных клеток в крови человека. Они изучают, смотрят, как они могут помочь при онкологических заболеваниях, при лечении онкологических заболеваний. Далее проекты, касающиеся биотехнологии, именно выращивания сельскохозяйственных культур. Умные теплицы были у ребят очень... У Хатасской школы были вообще вот именно по агротехнологии. У них очень были хорошие проекты, которые они доведут до ума. И каждый год они занимаются. У них специализирована такая агрошкола. Вот эти проекты меня очень заинтересовали. Мы дали им следующие рекомендации по поводу оформления презентаций. Чтобы было меньше слов, которые бывают в классических презентациях. Чтобы было больше визуала, то есть картин, фотографий. Обязательно со всеми надписями, откуда эти ссылки были взяты. В литературе мы дали рекомендации, как оформлять литературный список. Дали по оформлению самой презентации. По цветовой гамме тоже мы им давали очень хорошие рекомендации. Такие мероприятия дают для детей лучшего понимания своего проекта. Что они вообще делают. Потому что бывают школьники, которые не понимая делают свои проекты, а тут они полностью погружаются с нами, со своими научными руководителями, которые их руководят. Далее умение выступать, умение презентовать, более свободное общение. Даже между собой они общались, между собой они задавались друг другу вопросы. Вот это тоже работа школьников разных школ. Они тоже свои уровни узнают. Поэтому для них это очень было интересно и для нас тоже. Вот что дает это школьникам. Мы как организаторы в первый год участвовали. И ГАУ Технопарк тоже в первый год проводит такое мероприятие. Но раньше они проводили биохакатоны. Это более для студентов, для фрилансеров, для научных сотрудников разных научных институтов. Мы провели воркшоп, который называется «Биотех воркшоп 2023». На данный воркшоп были приглашены школьники. Это учащиеся из разных школ с 8 по 11 классы. Их всех связывала специализация. Биохимические классы были с медицинским профилем классы. И, соответственно, у всех детей были проекты. И для помощи участия мы консультировали на школьников, на все этих проектов. Где-то отрабатывали, где-то изменяли тему. Но вот я сам биохимик, и там были несколько участников, у которых есть такие прорывные и очень перспективные проекты. Например, в сфере дендритоклеточной медицины. Например, это лечение онкологией дендритными клетками самого человека. Такой проект был очень перспективный. И также в сфере сельскохозяйственных проектов были достаточно хорошие проекты. Например, это культивирование самородины и картошки в целях их защиты от вредителей и от болезней растительных культур. Ну и в этом роде были проекты, связанные с физикой. Например, это протезирование, с химией были еще. Например, влияние бисфенола А на окружающую среду. В общем, в целом прошел очень плодотворно. Все учащиеся были рады. Они получили опыт от ведущих научных сотрудников в сфере проектирования и дальнейшей работы над их научными проектами. Я изучаю систему гулататиона у больных раком легкого в Республике Сахай-Кутия. Я занимаюсь молекулярной биологией. Я изучаю полиморфизмы больных раком легкого и сопоставляю их с функциональной активностью рака легкого в крови. Провожу корреляции. Постоянно занимаюсь аналитической работой в сфере статистики, актуальных методов исследования. И на сегодняшний день пишу свою кандидатскую работу по данной тематике. У меня всегда были интересные заболевания. Так получилось, что в данной организации, в Якутском научном центре комплексных медицинских проблем, я нашел коллег, у которых есть смежные научные интересы. Я начал с ними работать. В Янце КМП я работаю с 2018 года. До этого я работал в СУФУ. Да, конечно, нравится. Я с детства хотел стать учеными. Надеюсь, у меня все получится. Увеличение интереса у молодежи к работе в научной сфере является одной из важнейших задач современности. Творческий и инновационный подход молодых сотрудников Якутского научного центра комплексных медицинских проблем привлек заинтересованность учащихся. Цель данного проекта усовершенствовать и создать новые механизмы выявления талантливой молодежи, ознакомить их с базовыми научными принципами, вовлечь старшеклассников в научную деятельность достигнуто, так как участники узнали много нового по своим темам, развили идеи для дальнейшей исследовательской работы. В рамках этой инициативы молодыми сотрудниками Якутского научного центра комплексных медицинских проблем в будущем будут проводиться научно-популярные образовательные мероприятия. Для желающих школьников, которые хотят в следующем году поучаствовать, мы будем на сайте заранее публиковать о том, что предстоит такое мероприятие. Там будут все ссылки, по которым они могут зайти и заявиться, то есть оставить свою заявку с названием своего проекта, школы и так далее. И мы тогда будем делать отбор, и они могут, конечно, с удовольствием у нас участвовать. Мы всех будем приглашать. Дорогим школьникам мы желаем хорошей, конечно же, отличной учебы, чтобы они были здоровы, вели активный образ жизни, занимались наукой, потому что это очень интересно, особенно со школьных. Если глаза детей горят, для будущего ребенка будет весьма интересным. Такие мероприятия и такие конференции, в которых они будут участвовать, будут давать им плюс в поступлении в ВУЗы. Мы желаем, чтобы они вели активный образ жизни и участвовали в разных конкурсах, конференциях и проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова